здравствуйте мои дорогие гости зрители и подписчики моего канала канала обзорно не зазорно я благодарю всех тех кто подписывается на мой канал всех тех кто пишет мне комментарии тех кто ставит лайки ну и конечно же те кто досматривает мои ролики до конца сегодня мы конечно же поговорим про колесниковых колесниковых начинают отмечать потихонечку новый год и конечно же лёша закупается он подарки со света везде ищет но об этом мы говорили чуть ранее и был такой момент когда анжелика и вроде как спрятала пакет с конфетами под стол потом его себе забрала то есть не поделилась со всеми и вот светом говорит что нет это были фрукты пакет с фруктами она все конфеты разделила со всеми поделилась все было замечательно вот фрукты каждому были отдельно и на свои фрукты забрала положил пакет из-под конфет и все нормально с анжеликой вот я думаю а как бы поступила бы света если бы на месте анжелики было бы настя или виталина неужели она точно так же рьяно прям защищала бы своих этих дочерей думаю что вряд ли тут света говорит что никто ничего ни у кого не отжимает какие слова света все-таки знает все-таки вы знаете вот такие выражения как отжать и прочего црач и жрать обоссалась прочее прочее это слова которые в христианской верующей семье редко произносятся и уж понятия не имеют христиане верующие на самом деле что такое отжать что-то у кого-то в таком блатном смысле такой жаргончик блатной удивляет меня света конечно да ну и дальше перешли комнату максима максим говорит хочет стол поставить у себя в комнате и с тем чтобы какое-то рабочее пространство организовать это неплохо конечно ему надо заниматься на никита пылесосе тут мне просто интересно пылесосит не робот пылесос а ну как же на пылесосом никита пылесосит на первом этаже там где обычно пылесосит робот пылесос у меня два вопроса почему так происходит то ли пылесос приказал долго жить все-таки колесникова скрутили ему голову тому пылесосу где не его отдавали на перепрошивку несколько раз меняли язык этого пылесоса с английского если не ошибаюсь еще с какого-то на русский или анжелика просто отказалась напрочь заниматься пылесосом уже и этим отказалась она заниматься или у меня конечно есть еще третий вариант это приучение никиты какой-либо еще работе по дому потому что анжелика в принципе ничего сказала делать не будет и родители с этим решением дочери согласны потому как не смеют ей перечить ну опять же может быть я не права может просто поломался этот пылесос но опять же почему не анжелика пылесосе правда почему никиту попросили про пылесосе тоже очень и очень интересно виталина по решила помочь свете нарезать пекинскую капусту на света конечно же только рада анжелика режет огурец для салата а перед ней в тарелке нарезана лук ну и света говорит это что такое говорит у меня нос не дышит значит будем все дышать луком потому что анжелики нос не дышит ну говорят фитонциды вроде как полезно и у насти слава богу уже вроде как нет температуры и вроде бы ей полегче слава богу что сказать про дарину дарина выходит не чесаная какая-то потлатая лохматая уже не знаю я почему почему света перестала заниматься прическами девчонок давным-давно она перестала это делать но дарину когда-никогда она еще и причёсывала кроме того момента когда они конечно собираются на собрание а тут прям света в конец разленилась дарина не чёсаная бегает ну и света говорит сегодня папа отменил школу я думаю ничего себе лёша у них вместо рано решил отменять школу значит дети в школу не идут нормально а виталина бедна мне так жалко вы знаете находит и напоминает у нее завтра день рождения да да день рождения завтра не находит всем напоминает а толку я так понимаю от этого большого нет света вообще ее через раз слышит лёша только когда никогда заметит ну а дети готовятся к подаркам оригинальная постановка правда вопроса приготовьтесь подарком как подарка можно приготовиться но дети колесников очень хорошо знают как можно готовиться к подарку лёша говорит что мороз на улице минус 20 но как он хотел не синтуки по день батут который лёша обещал еще когда если не спрятать куда-нибудь под навес то хотя бы убрать с него снег так он никуда его не убрал тут батут и этот батут под толстым толстым слоем хотел сказать шоколад а помните как известная реклама но нет снега лёша говорит что мол это дети должны были сделать сказал им убрать снега дети непослушные дети не убрали снег так что теперь дети сами виноваты а батут страдает представляете почему дети должны были делать для меня загадка почему не лёша но видите как в этой семье делают дети все вплоть до того что выходят в мороз на улицу в минус 20 и убирают снег с батута ну а света со своей прической вот эта вот зализанная даже не челочка волосы на бок так зализана на половину лба напоминает мне света одну известную историческую личность далее очень интересно говорит лёша так как праздник нужно отремонтировать стол думаю вот так уже стол там что-то с ножками произошло но нет всего лишь клеенка порвана и максим это дело исправляет при помощи скотча скотчем залепливые дырки клеенки и лёша говорит ну да нет возможности купить новую поэтому будем пользоваться старой залепленной дорогие зрители будьте в курсе нам нужны будут средства на покупку новой клеенки без вас это понимание не справится но это конечно лёша не сказал но такая была подоплека ну а дальше на кухне дети уже сидят борщ тарелках у кого борщиковом макароны последние макароны из больших ложки дети выгребают это говорит мол что макароны кончились не переживайте еще гречка есть ну и вы знаете тот момент когда дети ели света так она стояла в торце стола а миска салатнице наверно да как разрачные стеклянная стояла прям перед цвета и надо было салат перемешать ну просто перемешать но нет цвета наклонилась сад это салатница как наклонилась низко что мы сейчас будет есть расало и кое-как она его перемешивая низко низко дерева высматривал в этом салате что-то я честно слова не знаю зачем так низко наклоняться ну наверное так удобнее потом будет говорить о спина болит еще что-нибудь странно как-то у меня такое ощущение создало что он прям что-то выислил в этом салате вот ну и лёша говорит что мол никиту надо подстричь никак его не подстребут никита так понимаю не очень рад этой перспективки ну и лёша все спрашивал готовы ли дети к подаркам вы готовы к подаркам вот на протяжении всего ролика вот такой красной нитью через весь ролик проходила вы готовы к подаркам уже достал честное слово вот этой фразы своей я так думаю что дети уже и рады не были бы этим подарком вот я например точно не было бы рада если бы я вот так вот на протяжении всего ролика сколько он у них там шел 15 минут 10 15 минут чтобы не задал были этим вопросом ты готова к подаркам да и заберите ваши подарки отойдите от меня подальше не надо ничего но бедные эти дети они конечно готовы готовы давайте нам подарки а вы было потому что то действительно ценное и стоящее так нет как дальше мы узнаем в принципе мы так знали что они там положат колесникова себе и детям подарки но но для детей колесниковых даже шоколадки какие-то конфетки и это овощи тоже скажу фрукты это уже счастье и конечно от них они отказаться не могут ну вот как то так таким вот получился у меня обзор блога семей колесниковых если он вам понравился ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал как-то вот грустненько правда как-то так но нет предмогодневого настроения у меня соответственно настроения нет и лёша как-то вот странно это все готовы вы к подаркам готовы да уже подарки все нет растянули это все короче говоря детей очень жалко детей колесниковых очень и очень жалко к сожалению не видит ничего более радостного чем получение подарков время ввиду съестных они не знают что такое поехать на каток покататься в зоопарк съездить ну и так далее и так далее и так далее никаких развлечений может быть стоило бы детей куда-то вывести на экскурсию но не этот и колесникова никто никуда не поедет максимум что будут иметь дети вот этот пакет с подарками и больше ничего хотя вы знаете дети давно просятся у родителей то сюда пойти посмотреть то туда пойти посмотреть у москву поехать на экскурсию но нет ничего они не увидят и вы знаете это на самом деле страшно вот такие вот дела ну ладно все что я заговорила поставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всем пока пока и встретимся в комментариях